Владимир Владимирович, Дмитрий Сергеевич и весь мир, который сейчас смотрят. И нет у нас на сегодняшний день, оказывается, больше проблемы, чем проблемы семейно-бытового насилия. Совет Федерации разработал законопроект, его повесили на официальном сайте, и в Совет Федерации пришло обращение от граждан больше, чем за весь год. Подписываются под этим законопроектом многодетные семьи. И против этого проекта выступает Русская Православная Церковь. Подписываются многодетные семьи. За этот проект подписываются ЛГБТ-сообщества, феминистские организации и даже профсоюз секс-работников. Вы сейчас говорили о том, что у нас демография, кривая демографическая, вошла в штопор. Опять же, Вы говорили когда-то, что ни один… Ни один не штопор, это ожидаемый спад, это очевидная вещь. Ну, опять же, мы говорим о том, что все-таки мы должны решать свои демографические проблемы каким-то образом, да? Но ведь этот законопроект содержит нормы, которые позволяют войти в любую семью. То есть есть некое количество вот этих вот мерзавцев, да, каких-то садистов. Но, извините, нам приподносят цифры заведомо завышенные. То есть я вот лично от своего агентства подавала запрос в ГИАЦ МВД и получила цифры, да, которые совершенно не стыкуются с теми, которые нам транслируют те же самые. Это центр «Анна», который является одним из основных. Вопрос. Вопрос. Ваши отношения читали ли Вы текст? И считаете ли Вы, что это, возможно, будет последним гробом в крышку нашей демографии? И, собственно говоря, там содержатся нормы тотального контроля за семьёй? Последним гвоздём в крышку гроба немного. Нашей демографии, да, конечно. Последним гвоздём в крышку гроба, так говорят. Да, да, да. Ничего страшного, я понял. Смотрите, вопрос в том, что Ваши отношения читали ли Вы сам проект? Потому что это самое большое. То есть вопрос на сайте Совета Федерации показывает, что большинство из этих 11 тысяч против. А в целом публикуют, что 70% граждан за. Да, но в целом вопрос не подразумевает знакомство с законопроектом. А вот вопрос Совета Федерации его подразумевает. В неволе не размножаются люди, да, мы же знаем об этом. В неволе не размножаются, это правда. Я бы назвала это именно юстицией для взрослых. В неволе размножаются, есть рождение в тюрьмах, в местах лишения свободы, но это не важно. Важно то, что... Вообще, моё отношение, да, закон, я проект не читал, но Валентина Ивановна Матвиенко мне совсем недавно о нём достаточно подробно рассказывала. Отношение моё какое к этому делу? Ну, оно смешанное. Силы не заставишь любить. Первое. Раньше у нас обращались месткомы, порткомы и требовали от этих организаций, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов, ну, прежде всего, и чаще всего мужчину, конечно. Даёт ли и давало ли это какой-то позитивный эффект, я не знаю. Но я, что совершенно против, я против любого насилия, в том числе и в семье, и, конечно, прежде всего, к детям и к женщинам. Это просто признак очень низкого уровня общей культуры, когда более сильная особь начинает там качать свои права с помощью кулаков и грубой физической силы. Ничего здесь хорошего нет. Правда, за ряд правонарушений можно и воспользоваться действующими нормами, в том числе за хулиганство, за нанесение побоев или, тем более, тяжкие телесные повреждения. Всё это есть в действующем законодательстве. Но, действительно, вы правы в том, что подавляющее большинство опрошенных, это под 70 с лишним процентов, за этот закон. Я, на самом деле, не очень понимаю, люди именно за этот закон или против насилия. Конечно. Я тоже против насилия, как и вот эти 70 с лишним процентов наших граждан. Нужен ли вот этот закон? Давайте спокойненько это обсуждать в общественности. Всё это должно пройти такую проверку. Надо понять, что написано в каждой из его статей. Попробуй прогнозировать результаты, которые могут получиться после принятия и после правоприменительной практики. И потом принять окончательные решения.